здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а я пью чаек и добавляю немножечко корицы а также брошу в горячий чай бадьян бадьян про бадьян я уже рассказывала это уникальная вещь и для чая просто полезно очень полезно бадьян это анис звездочатый особенно хорошо с медом ну мне и так пойдет мне нравится сам вот аромат сейчас я его использую как ароматизатор не как полезность а как ароматизатор потому что чтобы полезность вот например сделать отхаркивающее средство нужно добавить одну капельку масла бадьяна но не больше свою микстуру которую вы делаете я рассказывала уже много микстур от кашля еще буду рассказывать и вот добавим туда еще капельку маслечка чтобы помочь себе от кашляться особенно вот хороший как я называю микстурка это отвар череды вместе с чабрецом один к одному это прелесть и туда вот можно капельку масла бадьяна чтобы помочь себе от кашляться во время приступа астмы или бронхита или простуды или коклюша и не следует наращивать дозировку ни в коем случае потому что это грозит легочным отеком масло бадьяна такое сильное даже пол капли будет достаточно но однако масло бадьяна в нужный момент может просто не оказаться под рукой и вот на этот случай вам пригодится рецепт отхаркивающая настоя из молотого бадьяна обычно я делаю молотый бадьян в ступке перемалываю или можно в кофемолке знаете как делать нужно смолоть такую аж мелкую пыль прочную звездочку это будет сложно но должна быть специальная кофемолка попробуйте в своей может быть получится вот и может быть очень прекрасным лекарством бадьяна от гриппа взять одну чайную ложку измельченных звездочек бадьяна залить ну 200 миллилитров кипятка дать настояться не менее часа и для усиления лечебного эффекта знаете что рекомендуют поставить сосуд с настоем на водяную баню ну приблизительно на минут 20-30 и будет нормально а потом профильтровать через ситечко и в несколько или несколько слоев марли что у вас есть разбавить одним стаканом воды принимать по 100 миллилитров перед едой три раза в день вот этот рецепт здоровьем вы будете просто здоровьем пылать этот рецепт проверим на практике вместо водяной бани можно еще поместить банку с бадьяном в паровую корзину мультиварки тоже вариант к бадьянам можно добавить одну столовую ложку цветков ромашки одну чайную ложку череды одну чайную ложку чабреца замечательно вот вообще этот продукт бадьян он больше чем просто кулинария кулинария это такая добавка к пище можно смело добавлять в десерты в рыбные соусы в разносолы куда захотите кофе с бадьяном изумительный следующий вопрос ну это так про бадьян а вопрос меня спрашивали что я читаю девочки я наверное сделаю отдельное видео про то что я читаю поскольку в этом видео я рассказала про то как заваривать бадьян от гриппа и от проблем с бронхами и с легкими чтобы убрать всю слизь и гадость чтобы вот сделать такую микстурку как я уже сказала на основе чабреца вот это вот самое простое самый лучший метод и бадьян можно найти я не знаю но в любом может быть магазинчики так что спешите я вам напомнила за уникальные свойства бадьяна а я вас люблю будьте здоровы пока пока